всем шалом всем возлюбленные господом вышла в огород и запишу здесь коротенькая запись коротенькое видео у меня тут горячий чаек это все надо кое-что на зиму сеять друзья новые грядки делаю дорогие и родственники все знают да что в интернете три года назад или четыре я первым я обознил о восхищении невесты христа услышала двадцатом году по моему от натальи губиной я первое первый раз услышал от нее что придет иисус на рожь хошан рожь хошан сейчас в ум они в нашей черкасской области откуда я выехала там есть такие город там очень много евреев хуситов они не признают христа она они до сих пор ждут христа и они каждый их они там узнали что их не какой-то пророк я забыла рыба его зовут фамилию не помню он там умер и все кто придет на его могилку он будет ходатайствовать за них на небе у отца у господа друзья но это не так потому что наш ходатай иисус христос они не признают иисуса христа они до сих пор его ждут но мы не имеем права их судить мы не имеем права их судить и многие верующие в интернете в двадцатом году записывались такие видео и у них было очень много подписчиков что на рожь хошан это новый год еврейский новый год у нас 2000 24 а у них 5600 там с чем-то не помню точно не помню знаю что 5600 чем-то но мы же знаем что еврейский календарь самый верный сами истинный потому что израиль стрелка на мировых часах все 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 книг откровения все обыдывания все для израиля и они отпали для того чтобы нам открылась благодать дорогие поэтому мы их должны благословлять и и и они вот каждый год на росхасан росхасан это новый год они славлять бога и и первый раз я услышала что на росхасан придет будет восхищение от натальи губиной а я жду сильно господа друзья и смотрите и в этом году я также ждала вот-вот буквально неделю назад у меня поменялось мнение почему мне бог дал такое сновидение друзья все мои родственники вы знаете что я сильно ждала восхищение где написано двое будут у жернов двое на поле двое у постели один берется один оставляется готовый берется не готовый оставляется даже если это будет будут муж и жена друзья и я сильно ждала и жду игот приготавливаюсь очищаюсь освещаюсь перехожу от веры веры от силу в силу от славы слава перехожу перехожу и жду сильно господа и в этом году я как недавно перед сном просто так помолилась богу я сказала господь придешь ли ты вот на эти праздники где каждый год уже несколько лет назад подряд и ждут твоего пришествия придешь ли ты открой мне я не уверена что моя дочь мой взять мои внуки готовы господи так хочу знать придешь ли ты и друзья и мне бог показал такое сновидение очень ясное очень понятные вот вижу я во сне я вышла я на где-то на возвышенности на холмике я вышла из здания на улицу и смотрю далеко вдаль и вижу души поднимаются в небо вот мы видим когда мы на интернете видим на картинках до вознесения церкви мы видим как души от земли поднимаются до мы видим и вот так я смотрю во сне там далеко прямо за горизонтом души поднимаются в небо так с поднятыми руками и все поднимаются а я аж как будто испугалась и так промыш начала думать как же я а я что осталось а что ли я так руки в небо я сильно испугалась и я руки в небо подняла и говорю господи то мне тоже бери и я начал тоже подниматься такая сила божья поднимала нас сила друзья тут не смотрите чтобы вы не перекручивали что тут какое-то заблуждение очень многое ждут господа давно это значит что мы освещаемся очищаемся стараемся падаем встаем и дальше идем упали споткнулись встаем и дальше идем потому что праведник 7 раз упадет и поднимется не на не нужно когда упал и лежать в том болоте но нужно вставать праведник потому что он встает 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 споткнулся все равно вставай дорогие и и я тоже начала подниматься Потому что мы ждем Мы не можем дождаться Мы ждем, ждем каждый день, каждый час На праздники и на выходные Мы ждем И мы начали подниматься И мы уже поднялись полностью Ввысь, под нашими головами Были небеса Как бы потолок из облаков Все, мы не можем головами Пробить себе дорогу И вознестись в небо По своей воле, друзья Мы не смогли И я слышу с неба Голос Иисуса Христа Он говорит Еще не пришел час мой Это не мой час Это не мое время И мы начали Упускаться назад Вниз, но это не значит Что мы разочаровались Мы все равно его ждем А это значит, Бог дал мне откровение Что вот как на Рошхашан Ждут Как на праздник труб Там на праздник кущей Там высчитывают По плоти Что это жених идет Ночью кричали Трубы трубили Друзья, то было по плоти А вот видите Не пришел На праздник труб И весь интернет сейчас говорит Что 13 числа будет Вот тайное восхищение Дорогие не будет Потому что Бог мне Открыл, что Ни на какие праздники Не придет Не будет восхищения Это Я не говорю сейчас О восхищении Где Будет Иисус на облаках И Око его увидит Я говорю О тайном восхищении Где написано Двое на поле Двое на жерновах Двое в постели Один берется Один оставляется Тот как спал Так и будет спать Проснулся Мужа нету Или проснулся Жены нету Вот Это о другом Это не каждый поймет И я прошу Не спорить Потому что От многих закрыто Будет тайное восхищение Мы верим И будет Второе Пришествие Христа Это две разные вещи И по всему мы видим Да Что тяжело И Бог мне так Показал во сне Что на праздники Он не придет Потому что Бог Это будет как-то Ну неправильно По лукавому Все Смотрите А мне люди пишут Одна сестра Мне написала Например Я несколько примеров Сейчас скажу Одна сестра Мне написала Что вот Когда ждали Пришествие Христа В двадцатом году Она оделась В белые платья Друзья Это православные люди А им духовная сторона Закрыта А блогеры Вы не объясняете им Вы только говорите Пришествие Пришествие И нужно готовиться А как готовиться Вы же не говорите А православные Не все знают Писание И не все понимают И одна сестричка Мне написала Что она Оделась В белые платья И она ждала В то время Когда Наталья Губина Проповедовала Что будет Рошашан Три года назад Восхищение А сестричка Из ее группы ждала И уже утро А ее Бог не забрал Потому что Не было восхищения А она Сильно начала кричать И волосы на себе рвать И так кричать Друзья А что Ну Голос сорвала Друзья Вы не смейтесь Дорогие Потому что Так и будет Однажды Так и будет Кто не восхитится Будет рвать На себе волосы И кричать Так и будет И эта сестричка Подумала Что все вознеслись А она осталась Вот И мне пришлось Ей много-много Писать местами Писаниями Что не по плоти Нужно ждать И платье невесты Это в духовном Я под этим видео Напишу комментарий Какое должно быть Платье невесты Оно есть Написано Слово Божьим Очень четко И очень ясно Именно Не во все Ружьи Божьи Оденьтесь А где За платье невесты Где Бог Обращается К невесте Именно в Писании Вот И другая Сестричка Написала Что она Начала разводиться С мужем Забрала детей Вот Отделилась В доме И она ждала Иисуса Друзья А разве Иисуса ждут Разводиться Наоборот Примиряться Нужно Мужей Женой Жене с мужем Она тоже не понимала Она думала Вот я невеста Я жду Христа Зачем мне муж А он плакал Говорил Ты что Они Мусульмане И она приняла Они молодые Молодая семья Она поверила И приняла Христа Друзья Просто Видите Нужно Рассказывать Люди принимают Люди верят Потом Вы их Не науч Не рассказывайте Как правильно Как одеться И как ждать Вот Она так ждала И мне пришлось Ее переубеждать Местами писания Словом Божьим И она Примирилась С мужем Своим Вот Третий случай Не помню Вот хотела Три случая Привести Друзья Нужно ждать Одеться Духовные одежды Исаия 58 Вот С 5 стиха Вот это А я напишу Сейчас платье Одежды Дорогие Ни на один праздник Христос не придет Потому что Он придет Написано Как вор Ночью Тогда Когда его Не ждут Тогда Когда его Не ожидаешь Написано Что все Вышли Девы Встречать Христа Встречать Жениха И все Взяли Светильника И все Взяли Масло И как Убитывает ждали всякое время дня и ночи что мы его ждали и когда он замедлит чтобы и когда мы уснем у нас должны гореть светильники потому что 5 других дел проснуться а в них масла не хватает а это недостаточно любви дорогие родственники мы должны примириться друг другом от чистого сердца чтобы никогда больше не вспоминуть никто никому кто кого в детстве кто кого молодости обидел друзья мы никогда никому не должны этого припомнить а если мы припоминаем значит мы не простили бог однажды сказал одной сестре прости так чтобы не вспоминать а если мы не простили так потому что мы вспоминаем значит мы не простили на праздники христос не придет он придет как вор ночи дорогие кто его ждет услышьте православные мусульмане кто принял христа и если в то время где сказали что он придет 13 числа или 16 или 20 а он не пришел дорогие не разочаровывайтесь если вы готовы он вас не оставить он обязательно за нами придет бог хочет чтобы мы всегда были готовы и днем и ночью и на праздник и на выходные что мы все были одеты в одежды сейчас праведности в одежды невесты чтобы мы были одеты друзья давайте чуть-чуть вот коротенько вот сейчас мы поговорим о запасе масла и как христос назвал свою невесту куда она еще была на земле прочитаем все колоссианам 3 глава 12 стих и вот как христос обращается к невесте облекитесь как избранные святые и возлюбленные вот она невеста христа избранная святая и возлюбленная сейчас мы прочтем вот что нужно облечься чтобы стать невестой христа смотрите облекитесь в милосердие вот платье смиренно мудрее кротость долготерпение снисхождение снисходя друг другу и простая взаимно друзья давайте каждый себя проверим родные родственники давайте мы себя проверим мы уже оделись если кто на кого имеет жалобу как и христос просил вас так и вы более же всего облекитесь в любовь которая есть совокупность совершенства да мы читаем и пророки умолкнуть языки умолкнуть и пророчества перекратятся да только любовь ком есть любовь то останется совокупность более всего облекитесь в любовь которая есть совокупность совершенства вот оно масло но вы приступили к горе сион и к граду бога живого к небесному иерусалиму и тьмам ангелов к торжествующему собору и церкви первенцев написанных на небесах и к судеи всех богу и к духам праведников достигших совершенства вот оно это совершенство где находится на небесах и попадет на небо побеждающий он облечется в белые одежды и христос сказал и не изглажу имени его из книги жизни и исповедаю имя его перед отцом моим и перед ангелом его чтобы облечься в любовь божию нужно исполнить первую заповедь возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим всею крепостью твоею всей душой твоею и возлюби ближнего своего как самого себя потому что если мы ближнего не любим то мы и бога не любим легко любить бога а брата своего ненавидеть да или сестру и на такого их нет закона вот я свою группу на вайбере назвала именно мне дух дух святой положил на сердце и на такого их нет закона на какого их кто в любви пребывает мне там одна сестричка написала под моим каналом на ютюбе легко там простить врагов там дальних близких а хуже всего больнее тяжелее простите родных потому что родные больше всего ранит мужа ну жена мужа или родственники сестры братья вот это тяжелее простить а без этого мы не любим бога без этого мы не облеклись в совершенству и в любого это есть платье невесты нужно всех и полюбить супруги между собой должны полюбить друг друга сестры и братья родные должны между собой полюбить друг друга на таковых незаконах друзья при этих условиях если сам бог через духа святого изливает наши сердца любовь божию которая есть совокупность совершенства прочитаем римлянам 55 вот это и есть запас масла пребывающий в любви к домашним и близним пребывающий в боге по-другому не бывает пребывающий в любви божий тот пребывает в боге друзья вот эти самые драгоценные местописания которые я прочитала это и есть платье невесты любовь прощение любовь это есть платье невесты мы должны сейчас одеться потому что как жених замедлил то все уснули когда имя и он не придет на праздники когда его высчитали из и объявили по всему интернету что он придет тогда то и тогда то а он не в это время он не придет когда высчитали и объявили по всему интернету он в это время не придет прочитаем второе петра 1 5 9 1 салоникийцам 559 мы же будучи с сынами дня до трезвимся облегчись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения дорогие мы сейчас должны одеться я до сих пор была несогласна когда говорили церковь не готова невеста не готова я думала как же не готова а кто готовый ждет не дождется и умерли так другие вырастают грешат становятся наркоманами пьяницами преступниками и тоже будут не готовы и господи уже приди уже прекрати вот это еле пили и женились выходили замуж боже прекрати все приди уже не могу тебя дождаться дорогие есть такой псалом сейчас вам немножко прокручу его я б не хотел о боже мой чтоб ты пришел уже теперь народ твой не спеши домой не все вошли в спасение дверь но умеет лишь ты не правда ли призыви твой на брачный пир еще не всюду понесли войдя в дома неся и мир но ждать но ждать но я я я буду ждать пусть нелегко о мой господь скорей гляди я у гляди глядя друзья у глядя б глядя что у В земной узел греховный день Поднялся ввысь и улетел А в этом я не пожалел Но ждать, но ждать, даст тяжело Мой дух стеснёт земля земли Я буду ждать, пусть нелегко О, мой Господь, скорей гляди Я б не хотел, о Боже мой Что ты пришёл уже теперь Мой труд я не свершил постом Ещё мне тень один доверь Святого Духа нам пошли Утешит тебя твоего Как жаль тебя, сыны земли Мечтут, но ждать, но ждать, даст тяжело Мой дух стеснёт земля земли Я буду ждать, пусть нелегко О, мой Господь, скорей гляди Мечтут, но ждать, даст тяжело Мечтут, но ждать, даст тяжело Мечтут, но ждать, даст тяжело Мой дух стеснёт земля земли Я буду ждать, пусть нелегко О, мой Господь, скорей гляди О, мой Господь, скорей гляди